Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы NACA серия Париж. Это пряжа без состава шерсти абсолютно. Здесь в состав входит всего лишь акрил и полиамид. Полиамид делает пряжу мягкой, нежной. И пряжа такая вот немножечко ворсинистая. Посмотрите, без состава Махера Ангоры она довольно-таки такая вот пушистая. Изделия из нее получаются очень такие пышные, я бы сказала волосатенькие. И честно говоря, по ходу изготовления изделия вы увидите, что изделие у вас в итоге получается немного такое стрейчевое. Несмотря на то, что ниточка плотного кручения и абсолютно не венгерит, то смотрите, получаются такие вот тянущиеся изделия. Поэтому обратите внимание, при расчете изделия из этой пряжи, вам следует обязательно учесть то, что пряжа хорошо тянется в итоге по окончанию изготовления изделия. Вот, смотрите. Теперь в состав входит здесь, еще раз повторюсь, синтетические волокна. Это всего лишь 40% акрила и 60% полиамид. Пряжа очень-очень нежная, очень мягкая. Изделия из нее получаются такие вот нежные, не колючие абсолютно. И здесь, смотрите, рекомендованный номер спиц 3,5-4. В принципе, соглашусь. Но для лицевой глади рекомендую использовать максимально троечку. Для более рыхлых изделий, таких как палантинов, снудов, шарфиков, рекомендую использовать, в принципе, тройку с половиной-четверку. Вот, какую рекомендуют нам производители. Номер крючка тройка, в принципе, тоже соглашусь. И из этой пряжи не рекомендую вязать, если крючком, то столбики без накида. Получается очень туго. А все-таки возьмите какие-то более такие пышные, красивые узорчики. И как и другая любая пряжа, это требует ручной стирки. Вот, то есть, конечно же, так как здесь синтетические искусственные волокна, то не следует ее гладить. Вот, это, я думаю, что следует учесть. И здесь, я не сказала, в 100 граммах 245 метров. То есть, довольно-таки получается толстенькая пряжа, как для синтетики. Но и в то же время, я вам скажу, одной вот этой вот нашей бобинки, одного моточка, хватает вполне на шапочку с отворотом, либо в два отворота с двойной шапочкой вовнутрь. То есть, я вязала детскую шапочку, у меня на целую шапку ушел всего лишь один моточек. То есть, довольно-таки, как на мой взгляд, экономичная пряжа. Из такой пряжи можно связать палантины, снуды, кофточки, какие-то детские изделия. Очень пряжа напоминает лебяжий пух. То есть, если вы возьмете белоснежную пряжу этой фирмы, то получится очень даже красивая такая вот лебяжья накидочка. Вот, в принципе, пряжа мне в работе понравилась. Вот, и я вязать в дальнейшем ей планирую еще очень много. Пишите в комментариях, кто что вязал из этой пряжи. Конечно же, мне поставьте лайк. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!